Всем привет! Украинские политики очень часто любят повторять чушь о том, что в Украине идет гражданская война или внутренний конфликт. И поэтому мне тоже приходится регулярно повторяться и приводить новые и новые доказательства того, что у нас на самом деле идет война с россиянами. И если политики, как правило, ляпают абсолютно безответственно языком где-то в телеэфирах, ничем не подкрепляя свои слова, ни на что не опираясь, то я привык подкреплять свои слова конкретным фактажом. То есть я обычно ссылаюсь либо на факты, либо на свидетельства конкретных людей, которые доказывают, что действительно Россия играет ключевую роль в военных действиях на востоке Украины. На каждую глупость про гражданскую войну, которую озвучивают наши политики, у меня есть конкретный факт, который эту глупость опровергает. Вот недавно Сергей Сивоха в каком-то эфире сморозил, что у нас внутренний конфликт. Вы наверняка об этом слышали или даже видели это. И у меня специально для Сергея есть видео. Вот сейчас мы его и посмотрим. Это видео появилось в сети буквально вчера, 18 марта. Его выложил на своем канале в ютубе военный корреспондент ДНР Юрий Котенок. Или Котенок. Я не знаю, как правильно звучит его фамилия. Это достаточно известный военкор, военный корреспондент. У него достаточно популярный ютуб-канал. Он туда регулярно выкладывает разные видео. И вот он вчера выложил туда интервью с российским боевиком, ну или добровольцем, как он его называет, которого зовут Сергей Лашин. Он приехал в Украину убивать украинцев из Пермского края. Далеко ехал. И значит, это видео на канале называется «Четырнадцатый год сделали россияне». То есть, этот Сергей Лашин там вообще много всего говорит, но одна из фраз, которые он произносит, она так и звучит. «Четырнадцатый год сделали россияне». И именно эту фразу военный корреспондент ДНР выносит в заголовок. И действительно, ключевая мысль, которую озвучивает вот этот российский боевик Сергей Лашин, она и заключается в том, что местные не играли решающую роль, а действительно, именно граждане России фактически в четырнадцатом году сыграли решающую роль в боевых действиях. И только благодаря им фактически сейчас существует ЛДНР. Я могу сказать так, что, если честно, четырнадцатый год делали россияне. Местные вообще не напрягались. Они думали, а что нам напрягаться, сейчас вот зеленые человечки приедут и все, все сделают за них. Зачем нам вступать в это ополчение? Смотрите, вот человек, который приехал из России, прямым текстом говорит, что местные жители не хотели идти ни в какое ополчение и решающую роль сыграли граждане России. 2014 год сделали россияне. Это его слова. Это не анонимный комментарий в интернете. Это не выдумки с какого-то украинского сайта, который хочет очернить ДНР или Россию. Это слова реального человека, у которого есть имя и фамилия. У него там даже есть профайл на миротворце, есть о нем информация в интернете. И этот человек говорит под камеру. Он говорит на видео, мы точно видим, что это говорит конкретно невыдуманный человек. Причем говорит он об этом военному корреспонденту ДНР. Да, безусловно, нельзя отрицать, что множество наших граждан действительно воюют на стороне России. Но это именно война на стороне России, а не внутренний конфликт. Сергей Лашин и вынужден говорить правду, потому что он понимает, что если он будет нести эту околесицу про шахтеров, трактористов, про гражданскую войну в Украине, его просто его же сослуживцы посчитают дурачком. Его же засмеют его соратники. Поэтому он говорит все более-менее как есть. Они между собой в разговорах не валяют дурака. Они между собой называют вещи своими именами. И если в 2020 году человек рассказывает вам про гражданскую войну в Украине, то это либо просто лох, которого разводят и который не понимает реальную ситуацию, либо это действительно вражеский агент, который просто банально озвучивает методички Кремля.